Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня с вами немножечко поговорим о монтажной пене под пистолет и под трубочку. Ну а о чем пойдет речь, мы сейчас с вами увидим. Всем приятного просмотра! Друзья, при покупке монтажной пены обратите внимание на дату производства и срок годности. Некоторые продавцы по истечению срок годности продают пену с большой скидкой. Люди покупают, а потом жалуются, что плохие технические характеристики. Также стоит учитывать, что у различных производителей дата обозначает либо дату производства и уже от этой даты, допустим, срок годности 15 месяцев, либо дата может обозначать, до какого числа нужно использовать пену. Это тоже стоит учитывать, когда вы смотрите дату производства и срок годности. Перед началом работы всегда встряхивайте баллон не менее 30 секунд. Перед началом работы обрабатываемые поверхности нужно очистить от грязи, обезжирить и полить водой. Опять же, воды много лить не нужно. И затем запениваем. После того, как затвердеет пена, ее нужно защитить от ультрафиолетовых лучей при помощи герметика, шпаклевки или краски. В этом случае шов прослужит вам долгие годы. Друзья, я думаю, многие знают, что при монтаже пистолетом и трубочкой получаются совсем различные швы. Хотя пена может быть одинаковой марки. Сейчас я вам это продемонстрирую. Сначала нанесем шов пистолета. И теперь рядом нанесем трубочкой. Итак, как мы видим, где мы нанесли пистолетом, здесь у нас пена более такая вспененная и шов не очень широкий. Здесь же, где мы нанесли трубочкой, пена более плотная. И здесь очень большое расширение. Опять же, в чем плюс, допустим, когда мы работаем пистолетом? Это то, что, допустим, когда мы ставим обналичники, устанавливаем дверь. При монтаже пистолетом у нас будет минимальное расширение. А если мы используем трубочку, то нужно быть очень внимателем. Иначе будет большое расширение и дверь просто может зажать. Но, опять же, мы можем из обычного пистолета сделать такую же пену. То есть, из одного и того же баллона мы можем сделать вот такую пену, как из-под трубочки. И она будет иметь большую плотность. То есть, такая плотность. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Для этих целей нам понадобится вот такая вот небольшая трубочка. Одеваем ее на наш пистолет. Все. И теперь наносим еще одну линию сюда. Посмотрим, что получится. И так, как мы видим, при помощи трубочки у нас получилась такая же плотная пена, как и из обычной трубочки. То есть, смотрите, вот один шов и вот один шов. Одна и та же пена, но пенится она по-разному. Здесь минимальное расширение и она более воздушная. Здесь более плотное и более большое расширение идет. Друзья, кстати, напишите, кто в курсе, почему так происходит. То есть, при помощи одной и той же пены мы можем делать либо узенькие швы и пену у нас воздушную, либо пена более плотная и большое расширение идет. Кстати, чтобы не засохла трубочка, нужно всегда ее продувать воздухом. Берем вот таким способом баллон и нажимаем несколько раз. Прогоняем тем самым воздух. И теперь наша трубочка будет пустая и она не засохнет. При помощи пены можно склеивать также различные детали. К примеру, взяли две дощечки, наносим пену. Все, зажимаем, немножечко ждем и проверяем. После высыхания пены получается очень крепкое соединение, которое очень тяжело разорвать. Разорвать. Смотрите, прилагаю очень большие усилия, но ничего у меня из этого не получается. Если во время работы упала пена с трубочкой, либо с пистолета, не нужно сразу пытаться ее убрать. Полностью убрать таким способом ее не получится. А нужно подождать, пока она немножечко схватится. После того, как высохла пена, ее легко можно будет удалить. Если нам требуется запенить большую пустоту, к примеру, больше 10 сантиметров, запениваем в несколько этапов. К примеру, делаем первый слой. Ждем, когда подсохнет. Также можно сбрызнуть водичкой, чтобы быстрее все это дело пошло. Затем наносим второй слой. В целях экономии можно использовать обычный кусок пенопласта или полистирола. Укладываем наш полистирол. И уже сверху него также дальше начинаем пенить. Пропениваем все углы. Ждем, когда подсохнет. Также немножко водички. И затем уже пропениваем еще один раз. Стараемся большие расстояния сразу не запенивать, так как туда не будет попадать воздух, влага. И пена будет очень долго высыхать. То есть наносим один слой, ждем. Затем второй слой, опять ждем. И так пена быстрее засохнет. И крепкость конструкции будет выше. Бывают случаи, когда мы теряем трубочку. Либо она засохла вне пены, либо она сломалась. В данном случае нам поможет вот такая вот трубочка и шайба. Одеваем шайбу и затем накручиваем нашу трубочку. Все, можно работать. Нажимаем на шайбу. И как видим, тот же самый результат получается. Бывают случаи, когда нужно запенить узкую щель. И обычным пистолетом, либо трубочкой подлезть невозможно. Пропениваться будет только вверх. А внутрь пены не попадет. В этом случае нам поможет обычная термоусадочная трубка. Одеваем ее на пистолет, либо на сам баллон. После того, как одели трубочку на баллон, краешек термоусадки немного прогреваем. Чтобы отверстие было меньше. Тем диаметром, который нам требует. Смотрите, получается очень маленький диаметр. И теперь мы можем свободно запенивать наше отверстие. Друзья, вот такое коротенькое видео у нас сегодня с вами получилось. Напишите в комментариях, понравилось оно вам или нет. Также напишите в комментариях, а какие вы хитрости знаете с монтажной пеной. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.